здравствуйте наши дорогие зрители мы снова с вами и у нас на связи александр иванович колпакиде историк спецслужб здравствуйте александр иванович здравствуйте дорогие друзья александр иванович но дело предвыборное давайте поговорим наверное кто что какие неожиданности может быть вдруг нас ждут знаете складывается очень такая интересная ситуация перед выборами вдруг неожиданно активизировались те люди которые призывают бойкоту выбора порчи бюллетеней вписывание тут или просто порчи или вписывание туда разных там вариантов там типа ссср или убитого недавно лидера оппозиции я думаю что это конечно я думаю что это конечно все как-то странно мне кажется это странным потому что я не вижу абсолютно логики в этих призывах вот я не вижу логики я не хочу никого ни в чем обвинять но на мой взгляд это вот на сто процентов даже не то что там какие у меня даже нет сомнений в этом да это только на руку действую ныне действующей власти давайте вот разберем да какие могут быть доводы вот я слушаю всех этих людей но кроме пустой демагогии я ничего не слышал знаете это также вот как вот наверное зрители уже знают я уже неоднократно выступал по поводу андропова мы приводил массу фактов не выдумок а каких-то фактов я приводил там из внутренней жизни ссср из борьбы с диссидентами из экономики из внешней политики языком движения там международных отношений так далее и там появились какие-то людишки люди которые стали меня опровергать но они говорят вот мы сейчас его проверку и ни одного аргумента ни одного факта вот вчера я думаю что мне так кажется вот вчера у была встреча лекцию читал на тему сталина и государственная безопасность пришло очень много людей кстати и потом подошли люди и говорят там про одного человека что вот он выпускает против вас эти ролики горит но мы внимательно слушали было интересно чтобы он опроверг что-то но он говорит ни одного довода не приводит я говорю да вам вам тоже так показалось они говорят ничего показалось если ни одного довода не приведено я думаю ну вот интересно а зачем тогда опровергать если у тебя нет доводов и ну вот я привожу факт и скажи нет это было не так или нет это говорит не об этом или нет он в этом не виноват нет этого нет а какая-то чепуха и поэтому я раньше не понимал вот слова чепушила да а теперь очень даже хорошо понимаю да вот это именно касательно вот таких вот ситуациях и таких вот замечательных людей и и вот я смотрю появились эти все ролики которые призываются рассказывают о том что там выборы фальсифицируют да что мы не знаем ну что мы вот что то есть хоть один дурак нашей стране нет кстати полно полно таких людей которые думают что у нас честные выборы что там невозможно никак обмануть что все это так сказать делается по закону и так далее полно таких людей но я думаю что люди думающие они понимают как реально происходит и много раз это все уже вскрывалась снимались какие-то ролики так мы все это прекрасно понимаем как это все делается и все эти методы изучены и неравноправная конкуренция еще до выборов и выдвижение псевдо кандидатов отсеивать даже вот какого-то вот уж действительно слова чепушила к нему очень хорошо под на ход бориса надежде на несчастного и того это человек который сам себе смешу обратить внимание он все время хихикал сейчас не знаю на выборах я не наблюдал его раньше наблюдал его на программе у норки но все время сам над собой хихикал да он сам себе смешон но тем не менее его побоялись его побоялись а почему побоялись потому что увидели что много людей его поддерживает эти люди в мороз стояли в очередь я не знаю может быть это они стояли где-нибудь в ванкувере где-нибудь в монреале там тоже снег значит и их там снимали я не знаю но то что я видел говорит о том что много молодежи стоял и никто это не опроверг хотя если бы это снимали в монреале это бы конечно опровергли бы и скобейкина и соловьев и бабаян и симонян и все эти замечательные людишки и я думаю что вся эта ситуация она требует разжевывания вот давайте разжуем вот мы не приходим на выборы вот мы портим бюллетень первое кстати даже еще хуже хорошо какой будет результат в результат будет такой что я предполагаю скажут ага большая часть населения не поддерживает режим она не пришла на выборы такой или там большая часть населения испортила бюллетень и она начать такой будет результат нет не такой никто так не скажет никто не бабаян не симонян не соловьев не скобейкина никто ни один так не скажет ним естественно не представители власти так не скажут потому что нам будут предоставлены совсем другие цифры что явка вполне допустимая признание выборов легитимными что бюллетени испорченных очень мало и кстати я не исключаю что так и окажется это не даст ничего что это даст оппозиции ничего они будут просто говорить до пришло очень мало но они сказали что пришло много все скажут какие у вас есть доказательства был какой-то фильм старый про шведскую полицию там на чеку прибалты снимали там какие у вас есть доказательства они говорили они почему-то коверкают русский язык прибал еще в советское время начали коверкать вот подлецы правда какие есть доказательства значит что это даст власти даст возможность говорить что вот все нормально все хорошо видите это будет какой-то урок для власти да нет никакого урока из этого они не вынесут нет ну конечно вынесут скажу да вот видите у себя там в узком кругу ограниченных людей как говорил михаил сергеевич они там все соберутся скажут вот реально вот видите там ну сколько людей могут испортить бюллетени давайте так открою это ну максимум максимум 15 процентов максимум и какой-нибудь кириенко в девичестве израитель скажет вот 15 процентов видите суки испортили бюллетени мы старались эти бюллетени делали они бац испортили там скажу да много недовольных да да надо наверно что нибудь там этим чудиком пообещать еще пообещаем что туда за этим у нас не станет и дальше что во первых тут непонятно вот эти испортившие бюллетени они к чему их испортили они в каких целях их испортили может быть они просто не поняли как надо голосовать может быть они просто ненормальные сумасшедшие кстати сумасшедших развелось это просто мама родная на каждом шагу это тоже кстати говоря показатель это весна весна и я думаю что вот тем более неявка скажут ну они ленивые кириенко скажет но они ленивые сидят дома там весна началась вот они пошли куда-то там на дачу поехали дачный сезон открывают то все то есть это не даст ничего ну вот вот что это даст если бы выборы были честные и мы бы сказали да вот сколько проголосовали только сказали да это было бы важно но мы же знаем вот эти люди которые говорят что не надо идти голосовать надо портить бюллетени они это же понимают они об этом говорят они этим аргументируют где тут элементарная логика а что можно сделать вот какая какой выход из этой ситуации так как они побоялись даже этого чепушилу бориса надеждина даже его они побоялись значит там как бы либералов представляет такой человек даванков я даже не знаю кто он такой какая-то странная фамилия странная если не сказать больше и ну ладно бог с ним с фамилией он как бы является сейчас представителем но он не является по факту по факту это вообще дурилка картонная вся их партия но формально он является заменой как бы этого надеждина то есть он как бы за мир за дружбу жвачку за либеральные капиталистические ценности но с человеческим лицом он как бы за капитализм человек ну как бы фактически это партия конечно это все смех и грех смех и грех но там выделены деньги причем я думаю что это деньги не лидера партии у которого свой бузинос парфюмерный кстати интересно что во франции перед войной там фашистское движение во франции возглавлял ну не возглавлял он формально а финансировал именно парфюмерный король там был такой дядя и ну ладно где-то неважно и я уверен что это не его деньги так же как вскрылась после перестройки что в так называемом фонде солженицына поддержку политзаключенных оказалось денег солженицына это очень мало денег цру оказалось очень много но это неважно опять тоже но зато то это интересно да но это как бы подтверждает ту истину что не все так просто как кажется да и что нас разводят на каждом шагу и просто надо быть очень бдительными как сказал один повешенный люди будьте бдительны и вот я думаю что это партия конечно спойлерная партия это партия просто недоразумение это партия ничего не даст ни на что она не способна там да какие новые люди там насколько я понимаю ее успех объяснялся какой-то женщиной такой узкоглазая на эскимоса я не знаю кто она там я не разбираюсь в этих народах то ли она эскимос то ли чукча я не знаю но эта женщина уже не молодая значит она прошла огонь воду и медные трубы какая она новая люди да какие новые люди да это женщина безусловно сильная политик она хорошие так сказать профессионал это никакие не новые люди почитайте ее биографию все остальные это просто непонятно что какие-то чудаки все остальные там но не чудаки это как раз не чудаки это как раз те люди которые проходят мимо да так называемые как их называют проходимцы да мимо проходили и я думаю что это партия конечно как и справедливая россия как лдпр это то что это люди которые просто позорят нашу страну почему они позволят нашу страну ну понятно больше всего больше чем они позорят страну единороссу но а почему да потому что они показывают всему миру что в нашей стране гражданское общество не развито что политические партии в значительной степени являются симулякрами они реальными политическими партиями конечно тут можно сказать а на западе что на западе тоже кризис политических партий безусловно базара нет и в америке и в канаде кстати и в западной европе везде происходит кризис коммунических политических партий только в китае мы видим как растет авторитет растет влияние растет ну если можно так сказать руководящая направляющая роль коммунистической партии китая вот здесь это безусловно и я уже приводил несколько раз пример поразивший меня что в последнее время китайские невесты предпочитают функционеров компартии олигархом это очень интересно это говорит о том как сильно растет авторитет партии ведь там же попробую хоть копейку стыд значит да там тебя тут же в цугундер а если ты стырил не копейку а там какой-то миллион юаней или чё там у них там какая валюта тебя тут же и расстреляют у всех на виду и я думаю что и кстати живут эти функционеры компартии безусловно они как живут функционеры единой россии или лдпр да но тем не менее настолько авторитет у партии что невесты даже в голове у меня честно говоря не укладывается но вот тем не менее то так и возникает вопрос хорошо вот такие партии вот такая система вот такое гражданское общество недоразвитая оно причем действительно ну нельзя отрицать что 90-е годы при ельцине было хуже ну было бы конечно грешно говорить что нет было лучше знаете сейчас вот появилась кстати довольно много я смотрю по пабликам появилось довольно много молодых людей совсем молодых которые обсуждают вот эти 90-е годы говорят что там было лучше это было время возможности и так далее да это было время возможности стать миллионером но гораздо большая возможность предоставлялась стать трупом если вы походите по кладбищам то вы увидите там этих всех молодых парней значит с красивыми очень красивыми надгробиями да из тех кто мечтал стать миллионером или миллиардером я думаю из 10 значит из 101 стал а 99 вот лежат с красивыми памятниками поэтому я думаю что это было время поганая это было время тотального разрушения это было время полного обмана и даже главный обманщик когда уходил сказал что и простить прошу прощения я инвалид у меня пальцев не хватает и вот извините меня я пьяница алкаш значит вот все так вышло нехорошо виноват простите люди русские упал на колени стал рыдать выскочила жена она и носила говорит боря не плачь ну что сделаешь ты инвалид значит но это не стали показывать а пересняли другой вариант где он просто сказал простите простите извиняюсь привет вам на рельсы не лягу ищите другого дурака начать но это я пошутил это не говорит о том что там действительно было хорошо это говорит о том что сейчас плохо и молодежь это острее других воспринимают молодежь острее других воспринимает фальш обман мистифика сьон а сейчас это процветает вы посмотрите вот всякие присылают в контакте других всякие такие смешные картинки я посмотрел что самая популярная тема это тема обещание президента вот сколько тут остроумных людей причем тут особо остроумным то не надо было тут настолько все очевидно обещают 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 и конечно тут возникает понятно у молодежи вот это острее чем у людей которые прожили все эти годы которые помнят советский союз которые не могут себе простить своего поведения в конце 80-х начале 90-х а я думаю что у нас вот все эти люди они пережили такой стресс сильный да такую что они своими руками разрушили свое собственное счастье счастье своих детей и внуков и вот они в глубине души понимают что это произошло и что они сами в этом виноваты ну потому что подавляющее большинство же в этом участвовала голосовала за ельцина и так далее и поэтому вот такая ситуация этот вот возникает вопрос какой выход значит что делать на этих выборах какое может быть позитивное участие в них и получается остается только одна партия кпрф коммунистическая партия я знаю что это за люди во главе этой партии стоят и хочу сказать что эта партия она массовая вот эти дурачки которые называют себя настоящими коммунистами все эти ну вот вот чепушилы другого слова не подберешь то с ними общаться бесполезно к ним обращаться бесполезно это какие-то странные люди то ли они сумасшедшие то ли с мани величия то ли они на жаловании состоят в администрацию кириенко и зрителей я даже не знаю да мне уже надоело думать на эту тему но хочется их спросить вот вы все эти годы создавали какие-то партии профсоюзы значит что-то говорили что надо сделать так и мы сделаем так и у что у вас получилось ответ ни хера ни хера не получилось получилось у разбитого корыта все что было вы просрали и потеряли я бы мог сейчас фамилии назвать да но я думаю эти люди сами знают о ком идет речь переплевались со всеми своими соратниками большая часть ваших соратников значит умерла естественным путем значит ушла молодежи не пришло те которые молодые из этих вот людей со своими сверстниками переплевались организации раскололись львиную долю своего времени они посвящают не борьбе с капитализмом не борьбе с системой по борьбе со своими вот соратниками соратники это назвать соратников обидеть и вот эти люди берут на себя смелость обанкротившиеся во все они берут на себя смелость значит давать советы народу куда-то звать призывать ну хочется сказать ну а ты кто вот что ты мерзота сделал своей жизни что ты с таким видом учишь людей вот и кто что ты сделал ты создал профсоюзы какие-то нет развалил те которые были маленькие ты создал какую-то партию нет развалил ту что было за тобой идут люди нет никто за тобой не идет с каждым годом за тобой идет все меньше и меньше людей ты выводишь там каких-то несколько человек с плакатиками и это что коммунистическое движение я поражаюсь наглости какой-то неужели мне стыдно перед людьми кто ты такой хочется спросить борец с алкоголизмом дожил до 60 лет нихера не работы ничего с алкоголизмом борется дебил значит что вообще в россии мужи нашел себе работу с алкоголизмом бороться я конечно против алкоголизма понятно ну это что такое ладно слава богу не все они борются с алкоголизмом да и потом вот он борется с алкоголизм то побеждает во что не возьмутся все превращается в дерьмо прямо как наша власть поэтому поэтому хочется сказать друзья дорогие спокойно значит кпрф тоже теряет да безусловно теряет уменьшается она тоже вымирает но там еще остаются десятки тысяч людей сколько я не знаю точно 70 80 тысяч человек там остается там действительно полно карьеристов которые не являются коммунистами а работают коммунистами да вот как крокодил дело гена работал зоопарки крокодилом так они работают значит коммунистами для них важно стать депутатом получать какую-то там денежку вот это для них самое важно какие-то там преференции я не знаю там что там они получают в думе на венность туда но наверное да я не знаю честно говоря там насколько это выгодно но вижу вижу что говорят выгодно говорят машины не проверяются можно провозить наркотики трупы и так далее но знаете мне кажется эти люди они трусоваты чтобы наркотики провозить тут надо иметь какие-то все-таки нервы и и вот эти люди значит конечно вызывают омерзение я вот говорил в прошлый раз по поводу того что попросил помощи у депутата осадчева да вот две недели прошло не ответа не привета не ответа не привета это по книге вашей да да вот сделали мы энциклопедию красного казачества кубани ну краснодарского края собрали всех героев гражданской войны всех героев советского союза кавалеров ордена победы ну такая очень полезная книга ну там если еще по героям великотечная там просто мы биографии расширенные дали то ну чего нет реально и мы установили всех именно родовых казаков там списке есть героев краснодарского но там все приезжие иногородние ну не то есть там мешанина мы вычлили казаков одних показали сколько какой огромный процент среди героев именно казаков они приезжих не горожан не многородних и мы сделали значит но это не не сам это как раз было легко очень сделать а мы собрали всех крупных казаков большевиков командиров красной армии причем но не просто каких-то вот был казак красной армии таких мы не брали а командиров там от полка и выше значит и командиров партизанских отрядов во время гражданской войны и руководителей кубай красной кубани а казаки входили выше руководства кубани там сейчас как-то об этом не любят вспоминать и в общем это полезная книга учитывая почему учитывая то что губернатор краснодарского края как-то не ровно дышит в отношении белого движения там поставил памятник корнилову убитого кстати красными казаками и когда он пытался штурмовать краснодар екатеринодар тогда и был убит разбит его армия бежала именно бежала от конных отрядов кубанских казаков таких как кочубей мироненко значит ну там много было ильин и так далее советское время о них не писали почему я не знаю абсолютно не понимаю но вот факт в других регионах писали на кубани почему-то нет вот мы сделали такую энциклопедию но казалось бы к прф ясачи в частности как руководитель кубанских больших были бы заинтересованы помочь нам мы же не просили денег нет ни копейки не надо мы знаем что им деньги нужнее значит и мы просили просто помочь реализации нет ни ответа не привета и причем что обидно что мало того что он земляк он родился в туапсе так он еще и сын ведущего историка кубанского историка партии этот асачи ему наплевать и на память отца и на все и на этих кубанских красных казаков свои какие-то там пилят деньги ну ладно бог им судя я александр иванович а возможно лучше обратиться казачьему сообществу хоть они и белые больше но даже интересная их реакция да да хорошая идея да вы правы даже интересная их реакция непонятно все белые но это интересная идея да попробуем и вот тут возникает вопрос тут возникает вопрос да я прекрасно знаю что это за люди вот я это не первый случай когда я убедился что это за люди но надо быть сильнее обид сильнее эмоций речь же идет не о каких-то мы же не в песочнице мы не в детском саду живем и не все такие долдоны которые кроме как бороться с алкоголизмом больше ни на что не способны мы должны быть люди разумные твердые решительные но не поддаваться эмоциям не поддаваться время можем поддались в конце 80-х годов нас уже развели и нельзя бензином тушить пожар нельзя вот нельзя хуже будет а это тоже чему они призывают это как раз и есть хуже потому что вот пусть хоть один из них мне скажет что вот эти все люди десятки тысяч создать состоящих к прф подлецы карьеристы и негодяй я в лицо плюнул потому что они также как и я прекрасно знают что подавляющее большинство из этих десятков тысяч это честные порядочные люди лучшие люди нашей страны которые десятилетиями состоят в этой партии ходят на митинги демонстрации стоят с плакатами на морозе собирают деньги платят взносы распространяют газеты ничего для себя при этом не имея не корысты ради как говорил один батюшка только выполняя волю пославший меня матушки да и я думаю что они это прекрасно лучше меня знают они это лучше меня знают и почему же они делают вид что этого нет почему они обманывают вас но это есть ну скажет можно сказать ну хорошо эти люди замечательные благородные честные но а это же стадо баранов которым руководят предатели какие-то которые ведут их на убой нет не скажите это очень примитивно это ресурс который в определенный час икс когда приплывет черный лебедь или как там сейчас говорят триггер какой-нибудь и прочее эти люди могут свою роль сыграть что не раз уже в истории был это ресурс который это если хотите засадный полк это то что может стать потенциально силой которая спасет страну ну вытащит ее потому что вы сами видите в каком тяжелом положении наша страна не в телевизоре в телевизоре она в прекрасном положении лучше не бывало я имею ввиду в жизни холодильнике и так далее и это конечно ну и прежде всего конечно на кладбище это конечно ну всем понятно этим людям которые призывают вас портить бюллетени или не идти голосовать им это тоже понятно и даже вот честно скажу ну мне интересно всегда было я наблюдал всегда это если молодежь у них там да у них есть молодежь и и до обидного мало в кпрф обидного мало но вот те люди которых я видел ребята молодые да там вот руководители такие же как и руководители парки но рядовые ребята особенно в провинции это же золотые просто нет слов и вот те вот критики да это причем это интересно это в основном даже люди из провинции они это лучше меня знают но тем не менее продолжают говорить что кпрф это значит за не голосовать нет смысла это первое вот то что там много подавляющее большинство это золотые люди лучшие люди нашей страны лучшие люди нашей страны потому что они сохранили организационный ресурс сохранили партию до численность уменьшается но в целом это массовая партия по численности она вторая в стране она охватывает все регионы это не подставные люди это не продукт кириенко израителя они напрямую через свою рядовую массу связаны с народом потому что там состоит вот простой народ вот эти рядовые коммунисты это простые люди проще не бывает претензий к ним масса к руководителям я уже об этом говорил я их оскорблял я их там всячески поносил это понятно но нельзя все сводить к одним претензиям как сказал один очень жестокий человек кстати чем кумушек считает трудиться не лучше на себя кума обратиться но вы-то вы-то в своем партийном строительстве в своих партиях своих профсоюзах вы-то просрали все вообще под ноль они-то сохранили и вы не можете сказать ну нам власть не дала нам нас гнобили нас тюрьмах держали в холодных там скандалами мы звякали там нет никто вам не мешал никто вам не мешал вы что хотели чтобы власть вам денег еще дала за вашу коммунистическую деятельность а вы на что рассчитывали до вас не финансировали а почему вас должны финансировать вы просрали все выборы в которых участвовали откуда возьмутся деньги почему власть должна вас финансировать было а эти худо-бедно сохранили свою партию сохранили десятки тысяч рядовых участников коммунистического движения я опять же не хвалю их безобразно поставлена идейно-политическая идеологическая работа просто ниже плинтуса этот новиков это просто недоразумение в штанах просто недоразумение в штанах прямом и переносном смысле развалил все что только можно в идеологии это понятно ближайшие его соратники те кто его сменит зюганова они хуже зюганова это тоже понятно они в гораздо меньшей степени коммунисты чем даже зюгана это понятно все это понятно можно ругать их бесконечно но они сохранили организацию за ними идут рядовые коммунисты не за вами они пошли они пошли за ними и состоят в их парке и занимаются повседневной рутиной работой они строят наполеоновские планы не один из которых не удается вы посмотрите вот этих критиков кпрф было на протяжении вот этих 30 лет огромное количество там рк рп рот фронт трудовая россия о кп там а бвгд и около мны да и где они они все в одном месте в жопе в глубокой ну не хочу тут африканцев оскорблять значит я думаю что это объективная оценка от деятельности этих призывающих ничего не создали все что было все развалили под ноль все ваши организации это уже даже не тысячи это уже просто сотни людей сотни остались то есть это не существующие организации сами себе противны раскололись связи со своего и так далее но почему-то продолжают мешать тем кто занимается позитивной работой вопрос почему не знаю вот я не знаю вот честно вот есть у меня какие-то мысли но я их все отгоняю потому что надо иметь доказательства чтобы обвинять человека в провокаторстве надо иметь доказательства что этот человек оплачивается в администрации а так как у меня нет доказательств меня только из логические какие-то доводы я не буду этого говорить я думаю эти люди они к сожалению частично ненормальные частично используемой другими людьми тут вот у меня такое я вот понял что у нас сейчас какое-то страшное время когда ненормальные вот просто ненормальные которые в советское время получили метаметозное какое-то лечение да они сейчас вот у власти как раз более чем нормальные в левом движении вот этих ненормальных просто какое-то невиданное количество даже на лица посмотришь да даже речь послушаешь и видно что это ненормальный человек я вот просто ну как историк я хорошо знаю историю большевизма да посмотрите на куйбышева посмотрите на орджоникидзе посмотрите на там не знаю кагановича умные здоровые люди да и посмотрите на этих всех нынешних этих героев фразы как их называл линия вот это герои фразы и причем поражают упорство с которым они вот сейчас принялись все дружно бороться за то чтобы бойкотировать или портить бюллетени вот это поражает но спрашивается но не хотите вы но не учебу молчите просто засуньте язык все куда-нить и молчите нет они развернули просто бешеную активность века я честное слово я не думаю что это связано с весной я думаю это связано с какими-то другими причинами и и вот ну ладно я еще раз говорю так как нету железных доказательств что эти люди это делают на деньги администрации поэтому мы не будем их в этом обвинять да это было бы нечестно и непорядочно но хочу понять логику кпрф какие бы руководители не были помимо того что там есть вот эти десятки тысяч порядочных приличных людей они носители коммунистической идеологии они не вот эти чепушилы они не носители ничего кроме своего длинного языка поганого за ними никто не идет все свои организации они развалили со всеми своими соратниками они пересрались все у них в полном развале развалилась рк рп развалилась у кп трудовая россия род фронт все эти организации в развале марксистские кружки эти за которые семин топил они находятся все в кризисе я даже не понимаю но это что никто кроме меня не видит но никогда вот это вне коммунистическое движение вне кпрфовская движение коммунистическое но никогда не было в такой низкой это дно дальше уже тишина умрут тюлькин и лакеев и все никого не останется я думаю но они это же лучше меня знаю я так особо за ними не слежу но это даже мне очевидно а раньше они стояли там с плакатиком там 10-20 старушек старичков да а сейчас уже один стоит с плакатиком с флагами флагами они стоят флагами празднуют там чего-то и я думаю что только ненормальный человек только ненормальный человек или купленный человек может вести себя вот так вопреки здравому смыслу можно обвинять к зюганова и его руководство что они со своими вот рассказами о русском мире русской какой-то правде идеи что они являются националистами а так как они националисты использующиеся социальные мотивы они начали являются фашистами можно можно но это не так они не фашисты они не фашисты это ну очевидно что они не фашисты а те кто так говорят они просто выдают желаемое за действительное им бы хотелось чтобы жуганов и члены кпрв были фашистами и вот они хватаются за все эти значит вещи связанные с русским миром национальным перекосом который без условно кпрв в руководстве кпрв сейчас существует да и обвиняют их фашизме они не фашисты они просто карьеристы но это касается только верхушки это люди которые держатся за свои места за и кстати говоря между прочим я не хочу и как-то там оправдывать и что-то но ведь факт что они половину то думской зарплаты отдают вообще это идет на партию но это факт я не оправдывая например не понимаю вот почему они деньги тратят там на какие-то там эти эти фуры отправляемые в да почему правительство этим не занимается почему правительственные деньги не тратится на это на помощь несчастным жителям донбасса вот я этого искренне не понимаю почему кпрв должны оппозиционная партия этим заниматься на мой взгляд гораздо было бы логичнее тратить это деньги на агитацию пропаганду на идеологическую борьбу но они это делают и ну давайте положим руку на сердце и скажем ну разве это аморально помогать этим людям нет я всегда говорил что тот кто говорит не надо нищему подавать не надо переводить деньги ребенку умирающему на операцию это подлецы подлецы и никакие это не коммунисты просто подлецы надо помогать и нищему подавать и и деньги переводить ребенку и то же самое здесь да это на мой взгляд неправильно но это и не есть какое-то предательство или что-то еще и я уверен что те жители донбасса которые эту помощь получают они благодарны и я знаю что там влияние левых коммунистов очень вы велико и что результаты выборов которые нарисовали они совершенно не сам не соответствует реальному положению дел на новых территориях поэтому вернувшихся значит луна матери россии и поэтому я думаю я думаю что демагогия здесь она вот эти вот обвинения фашизме это просто прикрытие своей вот этой гнилой позиции они не фашисты ни зюганов не фашист уж тем более этот карьерист афонин не фашист он слова то такого не знает и новиков безусловно не фашист но у них вот у этой верхушки у них есть лозунг свой вот вот их так сказать кредо редо да не пролетарии всех стран соединяйтесь не святые слова голодранцы у всех краин до кучи не святой лозунг негр он ведь тоже человек не слова хинди руси пхай пхай нет на это им наплевать значит у них лозунг один главное любой ценой сохранить партию чтобы мы сдох с голоду не подохли вот их лозунг вот вдумайтесь в этот главное любой ценой сохранить паркию чтобы мы с голоду не подохли вот эту вторую часть они как правило не говорят а если вы вдумайтесь первую часть то в этом есть определенный смысл и вот эти иначе наши бойкотисты они говорят вот рухнет кпрф и начнет вот рухнет да что кпрф она существует пока существует путинский режим я не знаю так ли это я не вот не знаю честное слово это надо быть очень самоуверенным чтобы вот так уверенно вещать об этом а вот когда рухнет путинский режим вместе с кпрф рухнет значит вот эта вся система и кпрф тоже уйдет и появятся какие-то новые настоящие замечательные коммунистические партии а и странное заявление александр иванович а почему кпрф а почему не единая россия которая является партия нет имеется ввиду что все рухнут и тогда появятся все вот рух рух но знаете я что-то не знаю таких примеров в истории вот например рухнула нсдп да вместе с гитлером национал демократическая партия продолжительница действует до сих пор более того даже в гдр в социалистической гдр там вынуждены были создать аналогичную партию ну конечно не нацистского содержания туда в руководство ввели самых доверенных коммунистов которые якобы значит сталина национал демократами но тем не менее она не рухнула она не ушла вот куда-то вот возьмем самый тоталитарный режим на свете да это не нацистская германия не гитлеровская не италия муссолини самый тоталитар самый близкий тоталитаризму режим это был на гаити во времена так называемого диктатора дювалье сначала папаша доктор такой был врач убийца в белом халате но он не в белом халате он изображал из себя колдуна вуду считался главным колдуном народ его боялся и потом его сын мы уже при сыне помягче там был вот 30 лет они руководили этими несчастными гаитянцами смысл их был в том что лучшие люди на земле это негры а самые худшие это метисы связано было это с тем что на гаити негры были все нищие ну бедные а метисы относительно богатые вот используя вот эту херню он создал самый тоталитарный режим в истории и вот это рухнуло все да и что его партия исчезла нет она действует до сих пор участвуют выборах все это как это я не знаю эти люди еще историками себя считают рассказывают про историю нихера не знают по сути вон в италии рухнул фашизм сейчас возрождение его происходит на глазах уже даже разрешили приветствие у власти стоит мелани это почему-то с мужским именем фашистка где это так вот все рухнуло вот что вот так вот не знать историю элементарно и я уверен что конечно если это все рухнет из ныне действующие партии не исчезнут они конечно мимикрируют не будут получать на выборах ничего но они останутся и кпф в любом случае останется рухнет режим не рухнет это все очередная пустая болтовня которая идет годами вот что меня в этих людей больше всего поражает что они постоянно что-то говорят предсказывают и ничего не сбывается они пересрались со своими соратниками раскололи свои организации остались в гордом одиночестве да и все равно с важным видом они продолжают начать ну понятно у них у некоторых национальность соответствующая эти люди вообще никогда этой национальности не не ошибаются ни в чем и всегда всех учат считают что они единственные знают он тут я не не претензии ну раз такая национальность что тут делаешь но среди них есть и не представители этой национальности них есть и какие-то русские дураки мало но есть и я имел ввиду конечно не эскимосов под этой национальности и я думаю что конечно это все наводит на какие-то подозрения но еще раз говорю и призываю всех противников этих людей не оскорблять и не говорите что они агенты что они действуют по заданию администрации так далее так нельзя вообще надо исключить вот это из нашего лексикона должны быть точные данные что человек я вот жалею что этого несчастного сашу назвал фсбшной крысы не надо было называть просто крысой не надо было мне это делать извиняюсь перед всеми это слишком сильное обвинение для этого надо иметь основание просто крыса ну говорит что это фсбш на надо иметь твердые доказательства а какие-то логические там выстроим это можно кого угодно в чем угодно обвинить но вернемся к нашей теме когда мы будем голосовать за кпрф допустим если очень много людей проголосуют за кпрф а я смотрю сейчас вот сто процентов мониторю сейчас делает власть все чтобы уменьшить цифру проголосовать я я думаю это потому что действительно люди хотят левого поворота социалистического выбора хотят восстановление советской власти власти народа значит потому что если не восстановить народную власть тогда все бессмысленно все жертвы бессмысленно все эти погибшие несчастные парни они погибли за что за абрамовича за норильский никель за что поэтому голосуя за кпрф вы показываете власти вы демонстрируете не нам не себе потому что вам нарисуют совсем другие цифры которые будут на самом деле вы демонстрируете власти чего вы хотите власть-то будет знать сколько на самом деле проголосовала и это будет вклад вот в этот левый поворот вы видели что летом произошло с известным чвк до пока нету другого выхода кроме как давить на власть в пользу левого выбора в пользу социализма и восстановления советских традиций норм мы можем только давить пробивать настаивать доказывать демонстрировать то что народ этого хочет и я уверен уверен на сто процентов что бойкот не даст ничего вот ничего абсолютно вас каждом на дачу поехали чепушилы да поэтому не слушайте этих пустобрехов эти люди которые в жизни не сделали ничего развалили все свои организации оказались там некоторые но не все там у кого была возможность дреснули за границу значит сидят там на пособие в париже ни на что не способны проходят там все время цветы возлагают здесь возлагали там возлагают зачем слушать людей которые в реальной жизни ни на что не способны которые это доказали показали гвоздя прибить не может но он тебе карл маркс и фридрих энгельс в одном флаконе поэтому дорогие друзья идите голосовать и голосуйте за кпрф мне очень не нравится этот харитонов до унылый какой-то человек но не в нем дело голосуя за кпрф вы голосуете не за харитонова голосуя за кпрф вы голосуете за себя за социалистический выбор страны за будущее страны вы голосуете за ленина за сталина и нашего любимого яшку цыгана спасибо александр иванович друзья с нами был александр иванович колпакет друзья да здравствует коммунистическая партия израиля вперед в ссср а